Кажется нашему Пузику Хана, ему нужно срочно помочь. Мы вызвали реанимацию. Реанимация приехала. Дефлибератор! Нет такого слова. Дыши, дыши, дружок, ты должен жить, ты член семьи. Ты не должен нас покидать, милей. Искусственный массаж сердца. Да прекрати, давай. Что там, дебилизм? Детский сад. Да, все детский сад. Детский сад, не то что фермер. Серьезная проблема. Серьезная проблема. Человек в трусах ее решает. Да, развеется в чем я решаю или не решаю? У меня вообще голова другая решает. Так как я пожароопасная женщина, Феда прикупил еще один огнетушитель. На всякий пожарный случай. В каждой каюте должен быть. Сейчас мы его тут установим. Вообще у нас носовая каюта используется как склад. И мы наконец-таки решили его потихонечку разбирать. И каждый день выносим отсюда что-то ненужное. Да, сегодня полочку поставили в гальвине. Сейчас огнетушитель на место прикрутим. Да, возможно к концу лета здесь будет порядок. Не-не, через неделю будет порядок. Берем такие крестовые отверточки. Ой. Устанавливаем противопозярный аппарат. Откадайся к твоей опыте. Противопозярный. Это надо застегнуть. Да. Это надо застегнуть. Начальник. Давай. Готово. Хорошо. Отлично. Третьи сутки на эхалий стоянке. Тут уже мало осталось. Сходим с ума. Незарко слинул. Да, от холода померали. Теперь от жары. Уранил. Не вкусно попался. Блин, руку замарал. Сегодня начали работать. Я сегодня начал монтаж. Ты что за чайку включила? Ну да, три дня полурабочие были. А сегодня уже конкретно рабочий. Видите, уработали. Перерыв. Наобед. Перерыв. На салике. Вот здесь такая же беда, как и была здесь. Резинки здесь нету. А это помпа. Которая откачивает воду из душа. Мне не нравится эта кнопочка. Есть кнопочки с таймером. Ты нажал, она какое-то время откачивает, потом отключается. Есть такие, которые ты нажал, она качает. Но у нас вот такая. То есть помпа качает, пока ты держишь. Что вот это за кнопочка, я знать не знаю. Но я её купил. Попробую её подключить. Вот такая посерьёзнее уже. Серьёзной такой крышечкой. О, может быть, просто эту оставить здесь. Так, наклеечки мне эти все не нравятся. Как в чартерной лодке какой-то. Давай. А это опять за тоном. Без цитона у нас вообще на яхте никак. К сожалению, оказалось, что эта кнопочка такого же типа. То есть 12 вольт она подаёт только когда нажата. Мне это не нравится. Ну, блин. Рядом с нами на якорную стоянку встала некая супер яхта. Пока я тут сушу свой тузик. Супер яхта Spirit. Вон девчушка стёр, тащит разнос гостям. Яхта около 50 метров. И вот давай её посмотрим. 54 метра. Металлическая, стальная. Может ходить на 4,5 тысячи морских миль. Ширина у неё 9,5 метров. Там 5 стёртов. Рассчитана она на 11 гостей. И экипаж 13 человек. А сдаётся она летом за 255 тысяч евро. Ну, 300 тысяч евро, если я так понимаю, всё включено. 300 тысяч евро за неделю. И вот ещё одна какая-то синенькая идёт. Мы тут снимаем коллаборацию с супер яхтой. Только они об этом не знают. А мы сегодня пойдём вот туда, на гору. Смотрите, какая мелкая красота, как будто картинка 3D. Сидели, сидели с Федой, 5 дней на якорной стоянке, наконец-таки собрались в гору, на самый верх. Мы здесь были уже с ребятами, которые зимой, фух, прошли мы метров 100. Пойдем на самый-самый верх, посмотрим на виды города с высоты птичьего полета. Время вроде подождали после обедения, полчетвертого, а такое пекло полпятого даже, такое пекло градусов 30. А я еще несу тут водичку, языки. В трусах. И в трусах, в смысле в трусах. Сколько мы прошли? 5 минут? Феда, аж пресс откуда-то взялся и начал болеть. Я жива, я иду в гору. Ой, так мы уже что, на середине? Там просто люди стояли. Мне нужно было максимально круто мимо них пройти, типа я не устала. А на самом деле... Да ладно, шучу. Феда все еще настаивает, что у него пресс какой-то там болит. Я бы, скорее всего, на вершине этой горы установила какой-нибудь мороженый киоск. Возможно, обогатилась бы мороженый киоск. И душ, да, он все это подсказывает. Холодный душ. Роджер, это ты? Роджер, нет, не он. Это наш? Нет, это слишком щуплый. Мы там хорошо отхормили. Ага. Я тоже обратила внимание, что я отхожу. Больше не отходи. Люди просто крутятся. Больше не отходи. Они просто крутятся, они должны. Чего молчишь? Я устала. Мне жарко. Снизу кажется, что ты так близко с соседями. А сверху смотришь, блин, метров сто. Майский. Галозик. Чего уступили тебе кошелки место? Ну, нет, они никуда не отошли. Мы просто размянулись на ступень. Вот я поднялся тут на возвышенность. И что мы здесь наблюдаем? Еще одна тропа. Подниматься по ней более просто. Но общий путь, наверное, будет чуть больше. И там даже есть какая-то кафешка, что ли. И она уходит туда, аж на перевал. Не к замку. Ну да, укрепления здесь нормальные такие. Хорошо можно было оттреливаться. А вон наша лодочка стоит. Ага, что морда такая красная, как после бани? Так, ногу сейчас же опусти вниз. Сейчас в обморок упадешь и умрешь. Прям интересно, что же там нас наверху ждет? Народу-то сколько много. Не одни мы такие. Самые жары потащились. Все идут прямо, а мы свернули налево. По каким-то вертикальным ступеням куда-то шуруем. И не зря. Не зря? Конечно. Раньше по этой стене можно было ходить, когда этот замок был действующий в боевой единице. Ну естественно, нужно было осматривать, нет ли врагов, бдить границы и не бдеть. Теперь здесь все заброшено. Пойдем отсюда. Вот эта штука может обвалиться. Бежим! Как в фильме ужас. Приключенческий квест. Кто там? Что там? Тут туалет. Фу, давай туда не будем ходить. Не, на камеру. Я не хочу в такое заходить. Да дай. Тут сейчас голум какой-нибудь вылезет. Я голый. Голум. Я голум. И скажет. Моя прелесть. Ну, кстати, довольно чистый туалет. А то здесь можно хорошо остыть. Ну нет, скучненько. Тут, возможно, под нами что-то еще было. Рычит там сзади. Да, да. А я это. Теренозавры. Не скатись обратно, теренозавр. Я сорвала цветок. Думала, что это шипот. Там он целый пуст. Таким. А он на ощупь как резиновый. Да, есть как поделка. Плотный такой. Да, да. Везде подстава. Везде обманка. Он как будто силиконовый. Такой слотко сидит. Я боюсь. Я пошутил. А вдруг он отрала. Запах своего бота совсем не чувствуется. Зато пахнет цветочками. Как в детстве. У бабушки в Украине. Я хотела сказать. Ужасная доступность. Да, лови. Кто вообще доступность на горе устанавливает? За равнине что ли нельзя? Садись сюда. Или пониже где? Жарище. Тут хорошо в тенечке. Вот же колени все забились. Ну и ничего прикольно. Даже стресли батоны свои. Вот там даже кто-то живет. И там даже некое подобие ресторана. Видишь сколько стульев. Сейчас задул зерок и мы почувствовали себя как после бани в холодный бассейн ныряешь. Ох, сейчас представишь холодный бассейн. У нас есть один, правда соленый, слегка грязный, но довольно-таки холодный. Булко-которский бассейн. Я думаю, как только спустимся, сразу, как только встанем на борт, я сразу занырну. Как трусы одену. Зачем? Потому что я не хочу шорты мочить в соленой воде. И двигатель заведем, пусть он прогреет нам водичку. Вот так я на достопримечательность. Понимаешь, что все эти бортики, ступеньки сложили уже потом когда-то для туристов. Уж больно, оно как-то все бутафорски. Хотя внутри, да, может быть, и не надо уже это защищать пространство. С той стороны враг, здесь не враг. Здесь, типа, телеги, да, катали? Ну, ослик мог здесь, наверное, тащить, да, какую-нибудь повозку легкую? Ну, уклон такой серьезный. Знаете, в всяких туристических местах вяжут ленточки, да, замочки вешают. Я-то еще удивляюсь, это же надо же тащить замок. Ладно, замок, теперь маски вяжут, смотри. Ну, это же не от большого ума. Так, здесь опять туалет какой-то большой. Городный двуглавый орел. Тут, конечно, на вершине продают горячие напитки. Вот здесь, да? Холодные напитки. Горячительные в том числе. Холодные. Конечно, вид сверху такой же, как и видно на середине горы. То есть, не обязательно забираться на саму гору. Здесь только, чтобы поставить галочку, да, я там был. Дымка в воздухе какая-то такая синеватая. И отсюда дрон запускать классно, если в нем есть ограничения по высоте. Например, наш от земли летает на 500. От точки взлета на 500. То есть, мы сейчас забрались на сколько? На километр, наверное, да? На 700 метров. И сейчас бы дрон бы еще выше. Ну, дрон еще надо сюда дотащить. Очень тяжелый. Это еще рюкзак, килограмм 10. Ну, не 10, но 6. Ну... Еще не факт, что он взлетит здесь. По летную зону? Да непонятно. Я не проверял. Ну, я просто решил не тащить его, потому что жарко. Сопримечательность очередная, которой я и не могу восхваляться. Если в Барселоне я радовалась каждому домику, каждому замку, здесь, к сожалению, нет. Ты здесь второй раз уже. Первый раз тебе все нравилось. Извините. Еще пару точек сейчас мы чекнем. И на спуск. О! Царь гора, царь гора. Козы. Внизу. Это вон какие-то руины остались, видишь? И вон козы бегают. А там вон люди живут. Обособлено так. Непонятно, у них есть электричество или нет. Рядом вон лэп идут. И они как раз-таки по той тропе спускают. Да, и эта тропа, смотри, туда идет за перевал. Можно вообще в горы пойти. Все, пора валить. Ну все, галочку поставили. Теперь бежим вниз в магазик за холодными напитками. И потом купаться и мыться. Чапунька. 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 Чпунька, 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 чпунька. Я как капитан Джек Воробей. Смотрю, чем это они шов намазали таким. Какой-то самодельный цемент. Это были здесь реставрационные работы. Ого, я на жопе поеду сейчас. Мы это сделали. Мы спустились. Я весь склизкий. Отсюда открываются красивые виды. Полуискользкий, я скользкий. А внизу нас ждет небольшая награда. Я надеюсь, она будет холодной. Вот она награда. Человека, спустившегося в гор. Садись. Это тазик. Давай щучкой. Все, я теперь буду сохнуть. У меня на солнышко. Да, мы вообще-то уже в городе. Пошли. Вот просто шастает по историческому городу. По старому. Котору. Тут люди, значит, воевали. А этот идиот. Неандерталец. Орангутант. Ну, молок. Помылся. Помылся вкусно в фонтане и идиот такой. Еще заводовая в зал. Все подумают, что пьяный, скорее всего. Почему? Я не пью. Мне нельзя. Кайф. Второй рабочий день. Я уже три часа монтирую видео. А что делает КТ? Что говоришь? Что говоришь? Рабочий день. Второй рабочий день. У меня рабочий день. Я осматриваю окрестность. Он, наверное, детский матрас, потому что он спускает под обновь. Воздух из него выходит? Или просто он... Он только не выходит, он просто сильно промялся. А может кто-то много ест? Мы решили остаться здесь еще на неделю, чтобы намонтировать видосы впрок. У нас очень много материал оскорбилось. Зачем спрашивать? Да, тузик. Так, что ты тут наделала? Я прицепилась, чтобы меня далеко не унесло. Ну, за что ты прицепилась? Сплавай вон до Сереги. А? До Сереги сплавай. Не, я не хочу отвязывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!